Друзья, всем привет! Меня зовут Маша Тафье, я нутрициолог и похудела на 58 килограмм. Делюсь с вами своим новым рационом, питаюсь так и вес уходит. При этом калории считать не надо, порции ограничивать не надо и я все время сытая. Посмотрите, что ем. Мой завтрак сегодня блинчики и соус. Соус я сделала из сметаны 30% добавила туда ретрит, ванилин, немножко клубнички размороженной. Вот, блинчики у меня, посмотрите, какие красивые, но я с ними, честно говоря, намаялась. Сам рецепт очень простой. Творожный сыр, яйца, соль и немножко оливкового масла. Я напишу вам точные ингредиенты в описании. Да, блинчики такие получаются прям красивые, но, вы знаете, сложно было с ними... В общем, справиться. Когда я их жарила, очень сложно мне было их переворачивать. Я жарила на двух сковородках и, ну, так вот, пришлось повозиться, в общем. Вот, ну, интересные, вкусные. Захотелось мне очень блинчиков, так что, если захотите, тоже пробуйте. В комментариях у меня спрашивают про размер порций, но я их не считаю, просто ем дос. Это, в частности, я съела три блинчика, всю порцию сметаны и вот эти вот три ягодки. На обед решила приготовить суп, ну, без особого какого-то рецепта. Я просто взяла свиноговяжий фарш, обжарила его в мультиварке и добавила две упаковки по 400 грамм замороженных овощей. Я взяла овощное рагу, у него, по-моему, 5, что-то, около 5 грамм углеводов на 100 грамм. И вот такое сатэ с баклажанами и помидорами, тоже в районе 5 грамм углеводов на 100 грамм. То есть надо смотреть только, чтобы не было картошки, свеклы, морковки, кукурузы, вот таких крахмалистых овощей. И до 5 грамм углеводов вполне нормально. Добавила приправу и соль. Приправу я выбрала для гриля, просто такое, чтобы был кавказский аромат. И полтора литра воды налила. После этого все закрыла крышкой и поставила на 20 минут. Через 20 минут добавила зелень. И все готово. Супчик получился очень ароматный. Я его готовила с вечера и вечером же решила попробовать испечь кето-хлеб по новому рецепту. Вот. Получилось неплохо. Мне понравилось. Хотя это, в общем-то, такой классический рецепт, где много-много яиц и немного миндальной и льняной муки. Ну, интересно то, что автор рецепта добавила сюда пакетик дрожжей сухих. И они дают такой особый аромат, напоминающий дрожжевой хлеб. Так что, наверное, запишу этот рецепт для всех, чтобы вы тоже могли попробовать. Он для тостов хорошо подходит. Вот мой супчик. Муж одобрил, сказал вкусный. Я попробовала, мне тоже понравился. Такой, знаете, прям ароматный. Что-то такое в кавказском стиле. И вот мой хлебушек. Вот. Тоже я попробовала. Тоже интересный. Тут у меня кусочек сыра еще достался от ребенка. Сейчас положу и с бутербродом буду есть. На ужин у меня ленивые кето-голубцы из фарша и цветной капусты, которую я измельчаю в блендере. Я сделаю замороженные заготовки, такие котлетки. И они у меня лежат в морозилке. Очень удобно. Если надо быстро что-то приготовить, достаю их, заливаю соусом. И ужин готов. Ссылочка на рецепт будет внизу в описании. Всем хорошего дня. Поддержите меня лайком и следуйте за мечтой.